слава богу рад приветствовать дорогие друзья я наверное также скажу спасибо богу за то что он дал благодать быть сегодня здесь это огромное благословение быть в доме божьем друзья буквально в прошлое воскресенье я проповедовал в одной церкви на тему запасные руки и ноги знаете я подумал так хорошо когда в машине есть запасное колесо правда но когда в твоей жизни из запасные пару рук и пару ног это стоит того пришел понедельник утро я решил помочь брату почистить крышу и получилось не очень мягкое приземление четырехметровой высоты поэтому извините что немножко шканды баю доктор сказал четыре недели но я три дня полежал вообще не мог ходить слава богу нет перелома потихоньку начал ходить сегодня уже почти как бегаю поэтому слава богу бог благ и и кость праведника не сокрушится аминь я сразу запасе сникерсами потому что смотрю служение уже долго не знаю если кто-то запланировал уже уходить дайте знать но как бы подкормлю вас чтобы вы не спешили домой мне нравится когда цель когда в церковь не приходят на час служения когда ты можешь насладиться поклонением хвалой я так понимаю в этой церкви могу планировать пару часов еще проповедовать но я не буду испытывать вашу любовь знаете я очень благословен атмосферы которая здесь есть особенно эти свидетельства иногда кажется это так вот как бы вот просто люди говорят на самом деле это такая передача не только сердца бога на передачу той атмосферы которая есть в этой церкви здесь очень ощущается я я сидел на на слушая свидетельства и думаю по моему здесь достаток запасными руками и ногами потому что на самом деле я не представляю как можно жить без церкви как можно жить без других людей как можно проходить все эти трудности а в жизни они будут если кто-то думает что жизнь справедлива это неправда не верьте жизни справедлива у кого-то плохо у кого-то хорошо единственное иногда ободряет потом у кого-то плохо у кого-то хорошо но хорошо когда ты не сам аминь чему сникерсы у нас на украине я не знаю как у вас есть есть реклама по телевидению но я так понимаю вы более верующие телевизор не смотрите поэтому я сообщу а и не знаю проплатит ли мне компания сникерс за на правах рекламы но у нас по телевидению есть есть реклама где музыкальная группа бэнт они играют и один вдруг парень превращается в старую такую а вредную бабушку и начинает возмущаться и но возмущаясь возмущаясь один не выдержал достал сникерсы и ты не ты когда голодный и гран съел сникерс ему стало легче а я хочу говорить сегодня на тему ты не ты когда голодный иван лет луки давайте откроем вместе большой привет с украины город смело действительно я давно не был вас но это было такое особенное время также для меня для церкви для города в которой я служу по божьей милости уже 18 лет несу служение пастора и бог благословил меня возможностью быть его служителем знаете не только для той группы людей для которой ты живешь или для которой ты служишь в стенах церкви но я верю в то что церковь успешно не от того что у нее только много членов церкви от того насколько она сильно влияет на общество которое находится аминь мы не можем мы не имеем права быть церкви которая закрылась внутри здания и наслаждается пребыванием друг с друга друг с другом грешников настолько много что мы должны влиять на них поэтому бог благословил тем что дает возможность влиять влиять на 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 общество которым мы находимся через разные проекты знаете приятно вот находить а подобные церкви которые не живут только для себя очень рад слышать много сильных вещей сильных вещей того что бог делает через вас и что вы делаете для бога и пусть бог поможет вам чтобы ваше влияние было намного больше чем на ванкувер намного больше чем на церковь и на служение на котором мы собираемся потому что церковь призвана влиять аминь и хочу также передать привет от моей мамы она всегда смотрит вас она она всегда говорит евро мам по моему вы уже член церкви истина живя в черкассах а не помнит в точнее по здоровью не бывают своей церкви но все проповеди пастора сережи и все что здесь происходит когда я приезжаю к ней она всегда мне рассказывает как идут дела в ванкувере в истине поэтому благослови господь вас и и иван ляты луки 4 глава всем знакома история хочу прочитать иисус исполнен из первого стиха исполненный святого духа возвратился отверданный и поведен был духом пустыню там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни а по прошествии их напоследок ощутил голод и сказал ему дьявол вот ты сын божий если ты сын божий то вели этому камню сделаться хлебом иисус сказал ему в ответ написано что не хлебом одним будет жить человек но всяким словом божиим и возвес его на высокую гору дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему дьявол тебе дам власть над всеми этими царствами и славу их ибо они принадлежат мне и я кому хочу даю ее и так если ты поклонишься мне то все будет твое иисус сказал ему в ответ отойди от меня сатана написано господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи и привел его в иерусалим и поставил его на крыле храма и сказал ему если ты сын божий брось отсюда вниз ибо написано ангелам своим заповедую тебе сохранять тебя и на руках понесут тебя да не притмешься камень ногою твоею иисус сказал ему в ответ сказано не искушай господа бога твоего и окончив все искушения дьявол отошел от него до времени друзья первая моя мысль за нами наблюдают ты знаешь каждый день нашей жизни мы находимся под представим под пристальным присмотром да я знаю пастор отслеживать все что происходит моей жизни я хочу тебе сказать это не самое страшное это благо за нами наблюдают за нами наблюдает бог библия говорит что глаза господа видят обозревают всю землю и бог видит все тайное и явное бог видит все что происходит нашей жизни бог видит все что с нами случается когда мы спим или не спим когда мы бодрствуем бог видит но знаете что не только бог за нами наблюдает за нами также наблюдает враг знаете что я обнаружил что многие христиане очень сильно озабочены страхом что бог наблюдает за ними еще больше что люди наблюдают за ними но упускают то что за ними наблюдает дьявол наблюдение бога за нами даже когда мы делаем нет что-то неправильно не принесет разрушение в нашу жизнь но дьявол наблюдая за нами ищет возможности когда мы станем слабыми чтобы нанести поражение в нашей жизни когда мы становимся смотрите а второй стих 40 дней он был в искушении он был искушением от дьявола ничего не ел в эти дни 40 дней иисус проходил находился в пустыне и по прошествии напоследок ощутил голод пришел момент момент особой слабости в жизни иисуса и иисус понимал что время когда ты ощущаешь голод ты должен быть бдителен потому что ты становишься уязвимым кто постится ну так дайте знать с вами наблюдают камеры все вы знаете что когда ты начинаешь пост все хорошо ты чувствуешь что ты можешь долго поститься но особенно когда подходит конец этому времени тебе вдруг кажется извините не знаю если у вас бублики самый вкусной пищей вдруг хочется их есть много хочется есть что угодно потому что ты стал голоден библия говорит первое послание петра 5 глава 8 стих апостол павел говорит будьте бдительны и поисках жертвы послушайте друзья наш враг ходит вокруг ища жертвы когда ты спишь враг не спит когда ты расслабился когда ты думаешь говоришь ну я могу расслабиться ты знаешь что дьявол не расслабляется дьявол на готове выждать время особой слабости в твоей моей жизни когда мы расслабляемся когда мы делаем слабинку в своей жизни дьявол приготавливается потому что понимает появляется удобный момент для атаки в нашей жизни когда мы спотыкаемся послушайте нам нужно понимать нашего бога нам не нужно прятаться от него это враг ждет момента когда мы споткнемся чтобы атаковать нас понимая что для него лучшего случая не будет аминь послушайте друзья очень часто мы боимся да не тех очень часто мы озабочены чтобы родители не заметили чтобы братья сестры не увидели не узнали что в моей жизни чтобы лидеры церкви не увидели что я делаю какие-то компромиссы в своей жизни забывая что они не нанесут нам того того рокового поражения которое может нанести и наносит враг если вы любите бокс вы знаете что я люблю наблюдать никак не участвовать спасибо богу за владимиров и володю кличко хоть чем-то украина должна славиться так вот особенно способ или а особенность в боксе не только в том что ты можешь делать хороший удар а в том что ты можешь найти слабость своего соперника очень основные победы происходят тогда когда участники в ринге а в бою они отыскивают сюда первые раунды они отыскивают слабости они наблюдают кто как себя ведет как работать правая рука как у него защита как он блокирует может защищать свое лицо как он справляется с защитой своей печени и когда в ра когда соперник видит в чем ты слаб он начинает бить туда потому что это единственный случай единственный вариант как одержать победу знаете мы как христиане должны понимать дьявола у него большая история вы знаете что наш враг извините может быть за такую аллегорию но завалил очень многих чемпионов чемпионов веры чемпионов библии которых мы видим библии и враг одолел их потому что он отыскал в них слабость и смог в нужный момент нанести роковой удар если мы будем понимать это мы говорим что что враг он побежден и это правда мы говорим что враг слаб это правда но я хочу сказать вам он сильнее нас если сравнивать наши способности по плоти только тогда когда мы бодрствуем когда мы во христе иисусе когда мы очень часто иисус говорил бодрствуйте и молитесь бодрствуйте и молитесь апостолы всегда говорили бодрствуйте и молитесь это единственный вариант как выжить в любом месте где бы мы не жили мы будем искушаем и врагом мы будем атакуемой нашим а врагом душ человеческих знаете интересно что нам не нужно бояться людей люди не могут нанести нам большого ущерба максимум они поговорят а в большинстве они нам послужат и слава богу если они нас извините в украине из такой сдали лучше пускай друзья сдадут тебя твоим родителям чем милиция сдаст тебя не на другой адрес понимаете нам нужно перестать нам нужно почувствовать себя защищенными может быть еще более защищенными в церкви это не проблема проблема это наш враг в чем мы слабы в том мы и уязвимы я понимаю я как пастор я все еще во плоти я не силен во всех сферах как в церкви а кто-то силен в администрации кто-то силен в проповедованию мотивации кто-то силен в хозяйственных вопросах и таким образом мы дополняем друг друга в нашей плоти в своей плоти я также не силен во всем есть некие сферы моей уязвимости дорогие братья и сестры о чем я говорю сегодня что нам нужно понять что когда я становлюсь слабым или когда я слаб я уязвим те сферы моей жизни на которые я меньше всего обращаю внимание это те сферы которые отслеживают враг чтобы в нужный момент когда ты будешь не совсем форме атаковать тебя именно через это апостол и яков говорит 1 глава послания якова 13 стихом он говорит о том что не говорите бог не искушает никого в искушении не говори бог меня искушает но каждый искушается обольщаясь собственной похотью каждым из нас есть собственная слабость в каждом из нас есть собственная а мне достаточность ограниченность вот знаете есть люди для которых вообще не проблема сплетничать они а от роду не для них это неприятным все эти разговоры в то же самое время в то же самое время у них есть проблемы с алкоголем другой человек он никогда не посмотрит на на алкоголь но сесть за компьютер и поработать в интернете это целое сражение это как двигаться по по минному полю и этот человек всегда искушает искушаем в области похоти у каждого есть своя слабость знаете что когда мы смотрим на себя очень часто за словами я все могу во христе иисусе я победитель и так далее и так далее мы пытаемся отказываться признавать свою уязвимость мне нужно честным быть собою и сказать я в этом уязвим мне так легко начать говорить неправильно я так легко грешу устами исповеданием я так я кто-то пессимист по жизни встречается пессимист и оптимист пессимист говорит все так плохо дальше некуда оптимист говорит есть куда есть у каждого свои слабости я увидел что в жизни человека есть две две формы слабости и первое которое мы говорим это характерная слабость иаков говорит что у каждого из нас из некая с похоть некая часть ветхой природы некое семя греха который проявляется в нашей жизни в определенном в определенной сфере для кого-то все что я перечислил не проблема но когда вопрос касается денег это всегда вызов для него он готов пройти все но когда не хватает денег не хватает веры верить богу он не способен продолжать служить он все для него важно чтобы у него была работа все остальное пройдем у каждого есть своя слабость но если я не признаю если я не признаю что это есть моя слабость я не буду готов там встретить врага одна история книга судей есть такой всем знакомый для нас герой библии это сам самсон самсон был очень помазанным человеком но в нем была слабость послушайте друзья если мы посмотрим на многих героев библии мы увидим падение через определенные вещи которые люди отказались признать и стоять на страже своей жизни почему мы говорим сегодня об этом потому что бог призвал нас к победоносной жизни аминь бог призвал нас ходить в победе самсон был помазанным человеком самсон был человеком одаренным у него была одна слабость его постоянно тянуло к иноплеменным женщинам аминь можете это видеть судей 14 глава библия описывает три случая судей 14 глава амм с первого стиха можно второй он пошел и объявил отцу своему и матери своей сказал я видел фимнафе женщину из дочерей филистимских возьми мне в жену отец и мать его сказали ему разве нет женщин между дочерями твоим братьев твоих и во всем народе моем что ты идешь взять жену у филистимлян необрезанных и сказал самсон отцу своему не возьмешь если ее возьми мне потому что она мне понравилась интересен тот факт что дальше библия говорит и не знали родители что это было от господа когда это прочитал я смутился как может быть это от господа послушайте знаете что я понял бог готов использовать самую большую мою ошибку для своей славы но это никак не решает вопрос моей защищенности и когда он же пошел к этой женщине потом там он мстил и так далее и бог как бы мстил филистимлянам но знаете что я думаю что самсон нашел для себя оправдание ну зашел в бар выпил немножко смотришь так проповедовал смотришь в результате человек в церковь пришел и думаешь так не от господа ли это было не евангелист ли я а и вдруг где-то внутри возникает некое внутреннее где-то я понимаю я перешел границы где-то я понимаю я был немножко неправ где-то я понимаю что я не сдал налоги я взял эти деньги и пожертвовал на что-то или что-то нечестное сделал и благословил церковь или служение как бы вроде и доброе дело но когда мы переходим границу враг начинает наблюдать за нами следующая глава повествует нам а 16 глава пришел однажды самсон в газу и увидел там блудницу вошел к ней знаете что меня удивляет уже не удивляет и сейчас в христианском мире это тоже не удивляет человек пошел раз к не той женщине перепутал адрес как с легким паром второй раз потом будет третий раз а помазание все еще на нем извините друзья я хочу сказать никогда не обольщайтесь помазанием и не оправдывайте характер модель жизни помазанием которое есть на человеке но есть некая обольщенность для нас если помазание не уходит если бог а бог посещает меня а он ведь любит меня значит я делаю все правильно нет просто он есть любовь а ты все еще делаешь неправильно он пошел больше того библия говорит что помазание помогло ему выйти из этой ситуации потому что его окружили этот дом блудницы и ждали до утра чтобы его взять он встал ночью заметьте друзья всегда когда мы делаем компромиссы самсон вошел днем блудница а убегал от нее ночью ты всегда будешь пытаться прятаться и оправдывать себя да не не я все делаю все правильно ничего ты начинаешь стоять и сам себе проповедовать кому-то знакомо ну не поднимайте руки я иногда сам себе проповедую не ты был прав ты не перегнул палку остановись перегнул виноват каюсь нам нужно стать более честными с собой он взял ворота и пошел не не калитку нашу вашу вообще калитки дети могут унести даже не наши украинские это были ворота города помазание оставила его и дальше мы мы читаем и видим как библия говорит что а после этого полюбил он одну женщину живущую в долине сарек имя ей Далида знаете что ты можешь заигрывать с грехом и бог позволит тебе это делать до определенного момента и Далида была последней кто обрезал волосы выколол глаза и лишил всего что было в его жизни нам нужно бодрствовать нам нужно признать что есть вещи в нашей жизни которые могут разрушить нас независимо от наших дарований аминь еще один из примеров очень быстро Саул великий муж божий призванный богом знаешь что бог сказал Саулу это первая книга царств пятнадцатая глава Самуил говорит Саулу бог хочет разобраться с амаликитянами пожалуйста пойди и уничтожь всех он пошел уничтожил всех кроме царя и некоторое что понравилось его глазу по иронии доли по иронии доли когда Саул уже поднялся утвердилось его царство пошел на войну воевал его ранили он просит своего оруженосца убить его чтобы враги не убили его знаешь что оруженосец отказывается это сделать он берет падает на копье свое или на меч свой чтобы убить сам себя оруженосец видит такое дело и убивает сам себя не заметив что его царь не добит приходит юноша амаликитянин и видит царя Саула раненого и убивает его то что я не убью в своей жизни убьет меня понимаете то с чем я не разберусь в своей жизни то что я ставлю как что-то с чем я готов ужиться я увидел что дьявол умеет ждать для того чтобы поражение сделать большим чтобы поражение сделать большим чтобы уже дети родились чтобы уже авторитет у тебя появился чтобы если уже разрушать семью то так чтобы всем пошуметь чтобы многим сделать больно почему я говорю сегодня об этом я должен говорить это самому себе и каждому из нас нам нужно периодически оглядываться в чем я искушаю чтобы разбираться с этими вещами для того чтобы наше служение Богу не было какое-то время но продолжалось долгое время аминь есть еще такие как ситуативные искушения вот есть характерные и их важно признать нам друзья Иаков говорит я возвращаюсь к Иаку 1 глава 13 стих очень важно признать что я уязвим очень важно обнаружить в себе в чем я уязвим где моя слабость очень важно нам стать партнерами друг для друга послушайте Давид смог пройти преследование Саула потому что в его жизни был Янафан который помогал ему видеть его опасности нам нужны отношения друг с другом нам нужны честные отношения друг с другом чтобы люди вокруг нас могли говорить правду для того чтобы защитить нас аминь потому что враг хочет разрушения в нашей жизни но есть еще такие ситуативные искушения или слабости как это было с израильским народом хлеба нету и искушение восстать вот вот эти моменты когда я становлюсь голодным 40 дней Иисус постился какие-то искушения похоже были эти дни но пришел некий особенный кризис когда пришел сатана и начал говорить с ним вы знаете друзья вы мы все знаем когда приходит сатана к нам когда приходят мысли все оставить когда приходят мысли перестать верить когда приходят мысли опустить руки это время когда что-то радикальное нужно сделать чтобы выстоять в противном случае ты не выйдешь с пустыни в противном случае когда ты голоден ты уязвим когда ты голоден ты сам на себя не похож когда финансовые трудности приходят когда здоровье когда кризис среднего возраста у каждого свои моменты как это было с Израилем в пустыне то мяса нету опять искушение с мясом вопрос решился проходит время воды нету потом жена пастора им не понравилось помните да там была целая эпопея с женой Моисея враг всегда будет находить какую-то сферу в твоей жизни чтобы цепануть тебя чтобы вырвать с этой церкви погнать в другую а в другой найти новое искушение и оттуда погнать дальше ты можешь дальше поменять церкви ты можешь продолжать сидеть возле телевизора и не ходить никуда это тоже важный вопрос почему я во всех разочарован и такое может быть знаешь самая сильная возможность для дьявола когда человек приходит к высшей точке разочарования это самые тяжелые люди для того чтобы вернуть их в царство божие что-то нужно сделать радикальное для того чтобы выстоять в это время иисус дьявол приходит к нему и дьявол отвечает на все его вопросы он говорит ты голоден сделай с камня хлеб был ли голоден иисус да он был голодным пришел ли иисус забрать царство да он пришел забрать царство мог ли Бог защитить его если бы он упал с крыши или крыла храма да мог бы послушайте дьявол иногда в нашем разуме поднимает очень правдивые вопросы очень правдивые должно ли быть исцеление да должно быть должна ли жена слушаться мужа да должна сто процентов должен ли муж любить жену и быть нежным и заботным да должен быть но знаете что что сказал иисус сатане послушай дьявол не место и не время мне об этом говорить знаете есть моменты в нашей жизни когда не время обсуждать вопросы знаете есть несколько правил шоппинга когда идешь в магазин скупляться в продуктовый никогда не иди голодный это правда всегда голодный больше покупает и того что никогда не купил бы почему он уязвим он готов на глупости он готов на глупости ты думаешь Мэн, я это ем? Никогда не иди в магазин, но у вас, наверное, проще с кредитками рассчитываться. Не бери много дней. Здесь правило по-другому. Когда увидел что-то хорошее, пойди погуляй. Выйди, кофе попей. Завтра приди. Звонок другу, точнее, звонок жене. Она точно знает твой гардероб. Жены, звонок мужу. Я уверен, часть покупок не состоялась бы. Потому что что-то с нами случается. О чем я говорю сегодня? Нас ранят. И в основном, при других случаях, мы бы не ушли с церкви. При других случаях, мы бы не разорвали отношения. В других бы обстоятельствах, со мной было бы все в порядке. Но из-за того, что во мне некая воспаленность, она провоцирует меня из камня хлеб делать, из крыла прыгать, и кому угодно поклониться. Только бы стало легче. Как Иисус вышел из ситуации? Друзья, обстоятельства меняются. Слово остается таким же. Ничего нового я сегодня не говорю. Но я хочу напомнить сегодня нам. Обстоятельства сегодня такие, завтра другие. Слово остается таким же. Продолжай уповать на слово. Продолжай говорить слово. Когда ничего не меняется. Когда не за что ухватиться. Когда семью штормит. Когда здоровье штормит. Когда кошелек штормит. Ухватись за слово. Оно неизменно. Попустит, друзья. Пройдет немножко. Еще чуть-чуть. И станет легче. Библия говорит, что после ночи приходит рассвет. Очень многие люди делают глупые решения. Потому что они решения делают в периоде ночи в своей жизни. Мое послание сегодня. Никаких решений ночью. Никаких решений, когда ты голоден. Никаких решений. Никаких движений. Подкрепись словом. Укрепись словом. Мне нравится Давид. Библия говорит, что когда Давид переживал трудности, когда Саул гонялся за ним. И Библия говорит, что он был... Два момента в его жизни описаны в Библии, когда он пережил сильнейшую усталость. Ты переживал свою жизнь, ты борешься за семью, ты борешься, ты чувствуешь все. Но нету сил дальше. Люди приходят, пастор, я и то делаю, и то, и то. Я не готова дальше. Я не могу дальше. Библия говорит, Давид «Укрепился Господом». Укрепился Господом. Укрепился упованием на Бога. Слово Божье остается неизменным. Аминь. Слово Божье остается неизменным. Друзья, если Бог сказал, Бог сделает. Если Бог сказал, Бог сделает. Если Бог обещал, верен обещавший. Ты не ты, когда голодный. Продолжение рекламы там, не тормози, сникерсуй. Ну так вот в Украине сникерс прокручивает. Я хочу сказать многим нам, верующим, нам нужно перестать тормозить. Нам нужно начать питаться духовной пищей. Многие люди в это время перестают идти в церковь, перестают читать Библию, перестают молиться. Мне больно, меня ранили, меня предали, меня не поняли. Твои отношения с Богом не должны меняться от этого. Твое посвящение не должно меняться от этого. Есть моменты в твоей жизни, когда тебе нужно найти островок, который называется Слово Божие. Ухватиться за Него и продолжать стоять, чего бы ни стоило. А я знаю, что Искупитель мой жив. Иов пережил это время. Он знал, как это. Но он говорил, но я знаю, Искупитель мой жив. И он избавит меня. Я не понимаю, почему. Я не понимаю, из-за чего. Я не понимаю, для чего мне это все надо. Я знаю одно. Слово Божие верно. Аминь. Друзья дорогие, нам нужно вернуться в упование на Слово, как на что-то, что не меняется. И мы будем видеть больше и больше славы Божьей в своих домах. Мы увидим своих близких спасенными. Мы увидим победы в своем характере. Если мы решим для себя, я знаю, я знаю, я смогу это победить. Я знаю, что это моя церковь. Я знаю, что это мой дом. Я знаю, что это моя жена. Зять приходит к тестью и говорит, послушай, папа, что-то случилось с твоей дочкой. С ней невозможно жить. Она стала вредной и невыносимой. Тесть говорит, послушай, сынок, когда ты ее брал у меня, она была нормальной. Ты ее испортил. Был день нашей жизни, когда мы выбрали это Слово, и оно было для нас нормальным. Но пришел момент. Момент внутреннего надлома. Я хочу сказать тебе, друзья, не поможет ничего. Ни другая жена, ни грех, ни другая работа, ни другая церковь, ни другие друзья. Поможет Слово и неизменность. Третье, подкрепись Словом, подкрепись Словом, подкрепись молитвой, и третье, подкрепись общением с правильными людьми. Ключевой момент здесь, друзья, кому ты пойдешь в момент кризиса, решит, каким ты оттуда выйдешь. Это очень важно. Кому ты пойдешь в момент кризиса? О, да-да, я знаю этого брата. Не обращай внимания. Мне тоже сколько с ним пришлось. Я сам думаю, вообще, нужно ли мне оставаться в этой церкви. Ну и так, либо это окружение веры, либо это окружение неверия. Либо это люди посвящения, либо это люди, которые также известны компромиссами. Окружение, которое ты выберешь в момент кризиса, решит, каким ты выйдешь с этого кризиса. Очень важно оставаться в правильном окружении. И так, о чем мы говорим сегодня? Мы говорим о том, что все мы в своей жизни бываем искушаемы. Во все времена нашей жизни за нами наблюдает враг. Будьте уверены, он не атакует там, где ты силен. Он подождет, пока ты насладишься дарами Божьими, пока ты послужишь, пока ты побудешь в церковь, и когда ты придешь домой, и слабости начнут говорить о себе, тогда он будет готов тебя и меня атаковать. По одной причине. У него может не быть другого шанса. Понимаете? У него может не быть другого шанса. Поэтому в этот момент, в этот момент, оглянись, признай и вернись к слову. Вернись к молитве. И окружи себя правильными людьми. Аминь. Очень быстро. По поводу людей. Очень важно. Два человека в Писании, о которых говорит Писание во времена Иисуса Христа, которые получили чудо. Один человек, мы не знаем, сколько времени он ждал чудо. Может быть, он его не ждал вообще. А другой человек ждал 38 лет свое чудо. Разница между этими двумя людьми была только в одном. У того был кто-то, кто смог бы его донести до Иисуса. Помните этого парализованного, расслабленного, которого спустили с крыши? В чем была причина его исцеления? Не в его вере, друзья. Ты говоришь, у меня нет веры. Я не могу дальше продолжать. Найди кого-то, у кого есть вера. Потому что, когда его спустили вниз, Иисус посмотрел. И, видя веру кого? Послушайте, он не посмотрел на расслабленного. Он посмотрел на тех чудаков, которые рискнули разобрать крышу дома. Вы понимаете, это не было две минуты. Это не было палатка. Взял, разрезал и опустил. Бегом пока хозяин. И, наверное, кто-то держал хозяина. Потому что крышу разобрать нужно было. Давайте будем честными. Там не были такие все умиротворенные во времена Иисуса. Это был еврей. Кто имел дело с евреем? Вы знаете? Ну, как это разобрать крышу у еврея? Но они это сделали. Иисус, подняв голову, посмотрел в глаза этих ребят и сказал, вставай. Вопрос за тебя решили. Вставай, видя веру их. Есть ли у нас такие люди, которые, когда у нас нет веры? Вопрос в другом. Прибегу ли я к этим людям? Был другой парень в купальне Вефезды. 38 лет лежал там. Не будем говорить о том, кто посещал, какой ангел ту воду посещал. Есть целая дискуссия, даже здесь в Америке по радио слушал, что там непонятно, кто посещал. Не будем сюда уходить. Хотя и магистром можно подискуссировать. Но все же. Было чудо там? Было. Иисус не опровергал это. Каждый год кто-то исцелялся. 38 лет. Парень пытался, уже не парень 38 лет, он пытался, я не знаю, а то уже целую жизнь пытался что-то изменить в своей жизни. Целую жизнь пытался что-то изменить в своей жизни. Библия говорит, он пытался, он доползал и не успевал, его опережали. И когда Иисус спросил его, хочешь ли быть здоровым, что он сказал? Да, Господи, но. Что но? Нет человека. Нет веры. Нет чудеса не происходят. Нет, нет человека. Знаете, что я подумал? Послушай, парень, ты 38 раз пробовал ползти к бассейну. А как насчет, если бы ты пару лет потратил бы на том, чтобы ползти не к бассейну, где все больные, а из купальни в Ефезду на улицу, где все здоровые, ну и полежал бы где-то под стенами этой купальни, улыбался бы здоровым людям. Комплименты дарил. Подружился бы с кем-то, кто бы в нужный момент взял бы тебя и перенес. Знаете, иногда мы недооцениваем роль других людей в нашей жизни в моменты кризиса. Иногда мы говорим, а что там говорить с ним? Я сам, я знаю, что делать. Вы видели стоматолога, у которого болит зуб, и он сам себя лечит? Я думаю, он бы никогда так бы его и не вылечил. Когда-то у меня заболел зуб, это было очень давно, 18 лет, если кто помнит бурмашинки тех времен. Это было сверло в такой размер, у меня все напухло, и боль была просто адская. И я сел в кресло, это было под Киевом, я учился тогда. И доктор взял не только мою голову, но все, что могла держать, точнее меня держали. И вот таким сверлом она рассверлила мне зуб, и потом обломался он, этот бур этот обломался в зубе. А не взяли другой. Я уверен, она себя так не лечила. Мы к себе милостивы. Нам нужен кто-то, отделенный от боли, чтобы вывести нас к победе. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Мы все еще люди, друзья. Мы дети Божьи, призванные, на нас есть дары Божьи, помазания. Мы талантливы, мы успешны. Мы на людях успешны. Мы успешны, может быть, в бизнесе, успешны в служении. Если ты знаешь, как зарабатывать деньги, ты навряд ли разочаруешься в Боге, что Он не обеспечивает тебя. Но в это же самое время, если твоя семья, она не в порядке, это та сфера, куда дьявол будет бить, чтобы в момент, когда ты уже успешен, благословен, помазан, оказываешь влияние, разрушить что-то важное, чтобы в конечном итоге не выйти из пустыни в силе Божьей, а как Израиль пасть костями в пустыне. У нас всегда есть два варианта. Выйти из пустыни, как Иисус в победе, пасть костями в пустыне, согласиться с отсутствием благочестивого характера. Как кто-то сказал мне, не всем дано быть христианом, не всем дано быть святым. Это моя жизнь. Кто-то соглашается так и остаться в пустыне. Кто-то соглашается так и не войти в призвание свое. Кто-то соглашается годами бороться с похотью, точнее с ней уживаться и максимально маскировать ее, чтобы никто не увидел. Давайте будем честными. Пока ты маскируешь, все, что ты делаешь, ты даешь врагу время разрушить тебя так, чтобы об этом поговорило еще больше людей. Так, чтобы в результате еще больше пало людей. Когда служители падают, это потому что они люди, но они забыли, что дары и помазание не защищают. Есть сильные слова во второй книге Царств, по-моему, вторая глава или первая, где говорится, где Давид оплакивает смерть Саула и говорит, «Пал великий, не помню дословно, великий человек, царь Израиля, как бы ни был помазан щит его». Когда я прочитал несколько дней назад эти слова, я подумал, да так сильно коснулось меня. Помазание не защитит меня, если я игнорирую амаликитянам в своей жизни. Если я не удалю того амаликитянина, которого я должен удалить, помазание не спасет меня. Все, что оно сделает, оно поднимет меня. И мое падение только еще больших людей разрушит. Нам нужно признать, мы уязвимы. Мы уязвимы, и враг – это наша самая большая опасность. И когда я вижу свою уязвимость, я должен начать усиливать эту слабую сферу в своей жизни. Я должен занять ту, убрать ту естественную платформу для этих вещей. Кому-то нужно, знаете, есть такие программы, чтобы твой друг видел, какие сайты в интернете ты посещаешь. А как насчет себя защитить, а, друзья? О, в такие моменты мы думаем, нет, нет, я защищать так не буду, но больше точно нет. Это неправда. И так многие вещи, о многих вещах мы можем говорить. Об обидах, о непрощении, о сплетнях, о семье. И нам нужно быть бдительными, чтобы устоять. Аминь. Давайте закроем наши глаза. Дорогой Отец, мы благодарим Тебя за это время. Благодарим Тебя за Твое Слово. Благодарим Тебя, Иисус, за то, что сегодня Ты открываешь, открываешь свой свет для нас. За то, что сегодня Ты предостерегаешь нас, что враг ходит, как рыкающий лев в поисках жертвы. Отец, и мы сегодня поднимаемся в молитве и в смирении хотим сказать, Бог, мы уязвимы. Бог, мы признаем сегодня, что мы несовершенны. Мы признаем, что в своей жизни есть некоторые слабости, в которых мы более уязвимы, чем в каких-либо других. Бог, я хочу признать это перед Тобой. И прошу Тебя, Твоя сила пусть укрепит меня. Научи меня, Господь, черпать силу от Твоего Слова. Научи меня в моменты, когда больше не на что положиться. Когда голод томит душу. Когда сложности в семье заставляют меня смотреть, может быть, в сторону. Когда кризисы в финансах толкают меня на провокацию в десятине или в каких-то других вещах. Бог, дай нам укрепиться в Слове Твоем. Дай нам укрепиться в молитве. Дай нам быть теми, которые спешат попросить о помощи тех, кто поддержит нас. Мы не имеем права игнорировать во имя Иисуса Христа. Мы не имеем права игнорировать. Есть в этом зале люди, которые какие-то вещи ты долгое время прячешь в своей жизни. Ты долгое время уже борешься с какими-то вещами, но ты не выносишь их на свет. Ты идешь на какие-то компромиссы. В надежде, что ты справишься с этим. Тебе нужна исповедь. Тебе нужно с кем-то вынести это на свет. Тебе нужно поговорить с кем-то. Тебе нужно выйти на свет. Выйти на то место, где свет Божий может пролиться. И дары служения могут служить тебе. Тебе, я хочу сказать и ободрить тебя, начать делать конкретные практические шаги, чтобы победить те слабости, с которыми ты годами сражаешься. Чтобы укрепить те сферы, в которые ты слабый. Чтобы укрепить те сферы, в которых твоя вера начинает шататься. Дорогой отец, я молюсь за таких людей. Давайте закроем наши глаза. Давайте закроем глаза. Несколько минут. Я верю, что Дух Божий хочет служить сейчас. Несколько минут еще мы возьмем. Если я о тебе говорю. Если ты сейчас переживаешь очень сильную уязвимость. Я хочу помолиться о тебе. Просто подними свою руку. Давайте закроем все глаза. Если ты тот человек, который переживаешь некую... Ты очень... Ты находишься под сильной атакой обиды. Или сильное смущение. Какое-то разочарование в доверии Богу. Людям. Может быть, ты сильно атакуем похоть. Я не знаю, какие вещи... Какие вещи касаются тебя. Дай знать о себе. Я хочу молиться с тобой. Дорогой отец. Я молюсь за тех, кто поднял свою руку сейчас. Я молюсь за тех, кто Господь признает сегодня перед тобою. Бог, это моя слабость. Бог, я прошу тебя, приди силою своей. Я молюсь, Господь, пусть они сегодня примут решение продолжать выбирать слово и истину. И в этот момент, когда они принимают такое решение, пусть ангелы придут и укрепят их. Как это было с Иисусом. Ангелы пришли и служили. Я молюсь, послужи им к сердцам во имя Иисуса Христа. Пусть они укрепятся в уповании на тебя, Господь. Пусть они переживут в эти дни особое служение неба. Особое служение ангелов, которое сделает их способными идти дальше. Идти дальше. Идти дальше. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Пророк Илья пережил в своей жизни момент, когда он больше не хотел служить. Он пришел в пустыню и сказал, Бог, забери душу мою. Я не могу дальше. И Библия говорит, знаешь, вот этот момент, когда ты уже все настолько изможден, и он лег возле можжевельного куста и уснул. Он не хотел жизни, ожидая, что Бог заберет его. И Библия говорит, ангел пришел и коснул, толкнул его, пробудил. И он увидел кувшин с водой и лепешку. И он сказал, встань, ешь. Он встал и ел. Ел. И ничего. Послушайте меня, друзья. И ничего не поменялось. Он все еще не хотел жить. Он все еще не хотел служить. Он все еще просил Бога забрать его. И он опять уснул. Библия говорит, проходит время, и опять ангел Божий приходит к нему и касается, и пробуждает. И он видит кувшин и лепешку. И говорит, ешь. Опять ешь. Опять ешь. Иногда мы приходим к слову, к молитве, ничего не происходит. Опять ешь. Опять пей. Опять верь. Опять молись. И Библия говорит, когда он опять ел, он встал. И он сорок дней и сорок ночей шел без остановки. Сила Божья сошла на него. Сверхъестественное помазание сделало его способным продолжать идти. Чтобы потом найти Елисея, передать служение. Послушай, если даже время уйти, время оставить церковь, служение, Бог всегда делает красиво. Оставляя наследие. Уйти из жизни красиво. Аминь. Для этого продолжай верить. Увидеть чудо. Будь терпелив. Ешь слово. Пей молитву. Утоляй жадву. Жажду. Если ничего не происходит. Продолжай делать снова. Но ни в коем случае не оттолкни это. Знаете, что часто мы говорим, это не работает. Ангел сказал, опять ешь. И опять ешь. И опять ешь. И когда Иисус противостал врагу. Библия говорит, ангелы пришли и служили Ему. Я знаю, что небо всегда, всегда, оно приходит в такую готовность, когда ты переживаешь трудный момент. Готовность добежит, дойдет, выдержит, не опустит руки. Нет, не опустил. Вперед, помогаем. Вот как работает Бог. Бог верный. Друзья, Бог верный. Если Он сказал, что спасутся, Он верный. Если Он сказал, я исцеляю, Он верный. Если Он сказал, ходи в Его святости, ты можешь победить. Слово, молитва, люди, помогающие нам проходить трудности. Аминь. Давай дадим Богу славу. Повернись кому-то и скажи, когда ты голодный. Слово, молитва, люди. То, что тебе надо. Ребята, кто голодный? Кто голодный там? Ну давайте, голодные. Благослови Господь вас. Главное. Благослови Господь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...